Подруги, привет! И добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас в доме раннее утро, я как обычно проснулась раньше всех. Если обычно это происходит по инерции, просто привычка матери, то сегодня на это есть уважительная причина. Сегодня у нас 28-й день моего цикла, и сегодня мы начнем делать тесты на беременность. Наконец-то наступил этот день, со дня моей овуляции мы ждали с вами очень-очень долго, и сегодня как раз-таки я запланировала начать делать тесты на беременность. Как же прошли эти, наверное, получается две недели с моей овуляцией? В этот раз не чувствовала практически никаких симптомов. В какие-то дни я чувствовала, что грудь моя более чувствительная, в какие-то дни мне казалось, что есть какие-то движения внизу живота, и есть боли, похожие на те боли, которые появляются в первый день месячных. Но помимо этого, каких-то таких явных симптомов, которые были у меня во время первой моей попытки и первой беременности, когда, вот помните, все было прям по книге, вот по дням я могла считать, и по дням у меня были все симптомы, начиная от ощущений при овуляции, заканчивая небольшим кровотечением имплантации, которую также я наблюдала ровно на шестой день после овуляции. В этот раз нет никаких симптомов, какое-то подозрение, что все-таки в этот раз не получится. Почему? Ну, точно сказать не могу. Вот нет никаких причин объективных, почему бы не получилось. Но вот просто есть какая-то интуиция. Несмотря на то, что поработали мы с мужем хорошо, несмотря на то, что я вернулась из Риги, если помните, как раз-таки ко дню моей овуляции, мы успели вот прям хорошенько подготовиться, поработать, и в принципе-то все должно было быть хорошо. Также от гинеколога нет никаких противопоказаний, следовательно, в общем, все в порядке. Да и, наверное, не буду долго вас мучить. Сразу скажу, что открыв сегодня глаза, сейчас у нас сколько? 7.16, открыв глаза без 10.7, я почувствовала неладное, я поняла, что вот они мои месячные. И, сходив в туалет, я увидела, что да, месячные начались, они типично рано начались, у меня обычно они начинаются на 30-й и 31-й день моего цикла. Сегодня 28-й день, то есть ровно 3 дня до прогнозируемой даты месячных, которая у меня появляется в моем приложении в телефоне, но утром началось кровотечение. Не буду в этот раз себя тешить какой-то надеждой, что это может быть кровотечение поздней имплантации или еще что-то, мне кажется, что это месячные, вот такие вот нормальные, обычные месячные, которые просто начались раньше. Но для достоверности и чтоб уж наверняка, тест все-таки мы с вами сегодня сделаем, посмотрим, что скажет наш цифровой колер-бул, и дальше уже от этого будем плясать. Так что пошла делать тест. Так, что-то дольше времени у меня заняло, пока проводила Арсу на работу, только вот сейчас наконец-то добралась до теста. Кстати говоря, Арсу сегодня очень долгая операция, по-моему, 6-часовая серьезная операция, поэтому, наверное, в течение дня звонить ему не буду, поскольку, мне кажется, с хорошим и с плохим результатом не стоит его сегодня беспокоить. И в принципе, когда хирург на работе оперирует, лучше все новости, неважно какие хорошие, плохие, отложить, чтобы мозг у человека был на правильном месте, он, в общем, занимался тем делом, которым должен заниматься именно в этот день, в эту минуту. Так что сегодня, бабы, этим вопросом занимаемся мы с вами в гордом одиночестве. Так, тест у меня там мигает, 3 минутки, наверное, нужно ждать. Как-то обычно Клерблу пишет, что если прям в день месячных, то и минуты хватает, чтобы появился результат. Ладно, время у нас есть, пусть думает. Тем временем, какой план? Предполагаю, что тест покажет негативно, естественно. И у нас с вами получается 2 недельки, ровно 2 недели, до следующей моей овуляции. Так, сейчас сразу посмотрю по датам, что мне говорит Фло. Значит так, так, премиум мне не надо. Эть. По календарику у нас с вами получается сегодня у нас 15 число, и вот как раз таки ровно 2 недели до овуляции. 28 октября у меня следующая овуляция. В этот раз, я думаю, что я пойду уже тем путем, которым шла в первую свою беременность, в успешную свою попытку, я попробую найти в аптеках Актиферт. То есть, если помните, это такое средство, которое состоит из сахароидов, и которое вводишь во влагалище 15 минут до полового акта, когда ты пытаешься прям забеременеть. Это средство, оно обещает создать более благоприятную среду для мужских сперматозоидов, которая помогает им, во-первых, выживать, то есть кислотная среда влагалища, она не так успешно убивает большое количество сперматозоидов, ну и, в общем, те, которые умудряются добраться до правильного пути к яйцеклетке, как раз-таки намного легче продвигаться благодаря вот именно этому средству. Так что в следующий раз будем пробовать именно с этим средством. Ну, не знаю, насколько оно хорошо работает, не работает, конечно же, там и отзывов в интернете всяких разных, но, по крайней мере, когда мы беременели с Рэмом, то с первого раза у нас все получилось, и я использовала именно этот препарат. Так, тест на беременность. Ну да, как и следовало ожидать, результат наш не беременна. Грусть, печаль. Ну что, ну да, как бы, конечно же, хотелось бы сегодня проснуться с более хорошими новостями, без месячных, с позитивным тестом, но я как-то вот наблюдаю даже за собой и за свои реакции на то, что начались месячные, и сравнивая с первой неудачной попыткой забеременеть, я понимаю, что я на самом деле сильно какая-то такая спокойная. То есть я очень прагматично подхожу к этой ситуации, у меня нет никаких там переживаний, каких-то трагичных эмоций, то есть мне не хочется плакать. У меня наоборот, у меня какое-то такое вот, не знаю, состояние, что я окей, не получилось, значит, все, идем дальше. Две недели у нас есть, у меня есть время отдохнуть, подумать по поводу того, как я питаюсь, подумать по поводу того, какое у меня состояние, стресс, не стресс, то есть лучше подготовиться к беременности, позаботиться о том, чтобы я себя чувствовала хорошо, чтобы окружающая среда у меня была благоприятной и, в общем, как-то вот с позитивчиком проводить все свои дни. С позитивом, с хорошим настроем пойдем дальше и будем пробовать ровно через две недели. Поэтому, подруги, в комментариях сразу прошу, не пишите мне по поводу того, чтобы я не волновалась, чтобы я отпустилась ситуацию, чтобы я там не заморачивалась этими тестами. Сразу хочу вас предупредить, во-первых, сказать большое спасибо за ваши переживания, со-переживания, за то, что вы включаетесь так в нашу ситуацию и следите за процессом, но сразу хочу сказать, что все эти тесты, тесты на овуляцию и, в принципе, вот каждый шаг этого процесса прохожу вместе с вами и записываю для информативного содержания именно этой серии влогов, для того, чтобы вы видели, как мы через это все проходим и тесты свои я делаю и на беременность, и на овуляцию, просто для того, чтобы отслеживать цикл, чтобы четко отметить каждый дни, чтобы понимать, как работает мой цикл все-таки после беременности и родов, он может меняться и он и меняется, и да что уж там говорить, вот каждого месяца к месяцу он также может меняться, и поэтому для меня самой вот именно такое четкое отслеживание углубления в эту тему, изучение этой темы, оно не создает абсолютно никакого стресса, то есть у меня нет такого, что я одержима прям беременностью, абсолютно нет, вот я вот сейчас делала тест, сняла влог, с вами об этом поговорила, все, забыла, пошла заниматься дальше другими делами и, собственно, об этом целыми днями-ночами я не думаю, ровно так же, как и во время овуляции. Тест сделали, все, круто, есть результат, делаем, нет результата, ждем, и все, нет никаких переживаний, действительно, я эти влоги пишу больше как информативные влоги для тех девушек-женщин, которые ровно так же, как и я, пытаются забеременеть, особенно для тех, кто пытается это сделать в первый раз, чтобы вы видели, что не всегда получается с первого раза, и это отнюдь не означает, что нужно умирать, что это какая-то трагедия, даже если ты забеременела и беременность прерывается, это тоже не трагедия, это по статистике очень частый исход всех беременностей. Поэтому давайте будем прагматичными, будем жизнерадостными, позитивными и будем настраиваться на то, что через две недели у нас новый влог на эту тему, тема беременность номер два, вторая попытка, уже будет, кстати, третья попытка, и будем отслеживать мою овуляцию и смотреть, когда же мы можем снова приступить к делу и, конечно же, впоследствии ждать нового теста на беременности, будем надеяться, что он в третий раз будет позитивный. Как говорится, бог любит троицу. На сегодня с вами прощаюсь, желаю всем доброго и позитивного дня и увидимся с вами в следующем видеоролике. На сегодня это все. Пока!